Юль, привет! Всем привет! В общем, настало время поделиться с вами нашими покупками для малыша. Юль, какая кроватка крутая, расскажи! Начнем с кроватки. Мы долго думали, какую кроватку выбрать. И те, кто следит за мной в инстаграме, видели, что поначалу мы хотели дорогую кроватку за 30 тысяч. Но подписчики меня отговорили в связи с тем, что, во-первых, не все дети спят в кроватках, а тем более у меня обе дочки не спали в кроватке, они спали со мной. Во-вторых, это пустая трата денег. И мы выбрали, опять же, по вашим советам, самую простую кроватку. Где мы ее купили? В Детском мире? Я уже не помню. На сайте Детского мира. Это один из моих самых любимых магазинов. За 6 тысяч, да, по-моему? Как бы даже не дешевле. Что в кровати? Кровать, коробка просто деревянная. Еще бонусы же были. Вот. Но мы долго сомневались, какую взять по цвету. То есть взять в цвет дерева или белую. Потому что в наш интерьер вписалась бы любая кроватка. И белая, и деревянная. В общем, самая простая кроватка, какая только есть на рынке. Без наворотов, без всяких причиндалов. И очень классный плюс в ней то, что вот эту стеночку боковую, ее можно полностью снять и кроватку приставить к нашей взрослой кровати. Ну и как обычно у нее три уровня. Самый высокий, да, уровень? Это средний. Средний, да. Делается она еще ниже. Вот. Теперь переходим к матрасу. Долго мы выбирали матрас. Тоже вы в этом принимали участие. Потому что не особо мы в этом разбираемся. Матрас у нас фирмы Плитекс. Это Республика Беларусь производство. Здесь получается чехол с антибактериальными свойствами, слой латекса, потом бамбуковая фибра, кокосовая койра и все это с гипоаллергенным нетканым материалом. В общем, мы остановились на таком матрасе. Надеюсь, мы не ошиблись. Да? Да, Юн. Все постельные принадлежности мы выбрали фирмы Перина. Это тоже Республика Беларусь. Мы просто влюбились в эту фирму. Во-первых, по ней очень классные отзывы. И вы тоже писали, что все супер качественное, супер классное. В общем, смотрите. Здесь, получается, первый комплект мы купили одеялко и подушечка. Такая тоненькая подушечка 40 на 60. И вот такое одеялко. Оно вроде тоненькое. Видно, Вань, что тоненькое? Но... Но реально очень тонкая, кстати. Да. Но по отзывам многочисленным. Там вообще очень многие мамочки балдеют от этой фирмы. Получается, под ним не жарко летом и не холодно зимой. То есть мы выбрали вот такой комплект. Потом, ну, после использования, да, мы уже пойдем и сможем дать какую-то оценку. Но вообще многие из вас знают, что это очень крутая фирма. Так. Постельное белье, значит. Это же фирма Перина. Это ткань сатина. Тоже самое высокое качество. Ну, хлопок. Здесь идет простынка на резинке. Видно, Вань? Да. Мы выбрали вот такую. У нас все очень мягкое. Да. Очень гладенькое. Да. Мы уже все постирали, погладили, все застелили. Вот такая наволочка. Как раз получается на подушечку 40 на 60. И вот такой пододеяльник. Тоже прям по размеру одеялка он идет. То есть с одной стороны он вот такой. Видно? Угу. А с другой стороны светленький такой горошек. Вот. Надо бы еще второй комплект купить, но мы еще не выбрали. Вот. Это тоже Перина. Тоже Республика Беларусь. То есть это все одна фирма. Как мы выбирали бортики в кроватку? Очень много на рынке сейчас всякой красоты. Все нас так и манило. Но главное условие у нас, главный критерий был такой. Мы не хотели, чтобы эти бортики закрывали всю кроватку по периметру, да, как любят все делать. Мы хотели, чтобы здесь оставалось пространство, а эта стеночка вообще была полностью, ну, как открыта, чтобы мы видели ребенка. И вообще, чтобы туда лучше воздух, получается, циркулировал. И поэтому мы остановились на косе. Вот такой. Но она тоже у нас не будет закрывать всю кроватку. Я специально взяла именно из трех прядей, а не из четырех, чтобы она была как можно ниже, то есть совсем низенькая, чтобы здесь вот оставалось вот это пространство. И мы взяли, получается, на три стороны кроватки, и чтобы мы видели ребенка. В крайнем случае мы будем делать... Ваня, подержишь, елка? Мы будем делать вот так. Вот так, да, Ваня? Да, Юля. Да, Ваня? Ваня, да? Вот, вот так. Вот так малыш будет спать. То есть кроватка практически вся будет открыта. Только такое одеяло гигантское получается. Да? Ну, и вот это одеялко. Вот так мы будем накрывать малыша. Почему такое гигантское? Для меня, потому что... В общем, вот так это все будет выглядеть. Естественно, не будет никаких балдахинов. Я вообще не понимаю, для чего... Какая у них функция? Только для красоты? Ну, нет. Комаров у нас нет? Это для того, чтобы было душ на ребенку. В общем, балдахина у нас точно не будет. Вот такой выбор у нас по кроватке и по всему текстину. И покажу вам полотенчик, которое мы выбрали. Тоже фирма Перина, опять же, Республика Беларусь. Тоже очень крутое качество. Это как уголочек такой. Очень мягкое. Мягкое. Ну, мы его уже постирали. Ваня уже все погладил, какая лежала в больнице. Очень мягкое, очень нежное. И тоже подписчики писали, что у них такое же. И они очень довольны. Видно, Ваня, зайчика? Ну, а... Тоже думаем еще купить вторую на смену, но уже коалу. И покажем вам, в чем же мы будем выписываться из роддома. Вот этот костюмчик я вам уже показывала, но еще раз покажу. Это стопроцентный хлопок. Костюмчик на выписку мы покупали в детском мире. То есть у нас будет просто слип, чепчик и носочки. Ну, понятно, памперс там и все такое. Мы взяли 56-й размер, так как переживаем, что в 50-й мы уже не войдем. Дальше у нас будет вот такой костюмчик. Этот костюмчик мы не покупали. Нам связала моя сестра. Вот такая красота. Это 50% шерсть, 50% акрил. Очень мягенький капюшончик, чтобы было теплее. Такой мягкий реально. Так, дальше вот такие пинеточки, как носочки. На ножки. И самую обычную шапочку мы хотели. У нас будет чепчик. Сверху будет вот эта шапочка. И еще мы все это дело закрепим капюшончиком. А внутри голова. Да, внутри голова. Вот. Ну и... Так, опа! Вот такой крутой у нас конверт. Во-первых, он такой белоснежный, нарядный. То есть, он и на выписку будет крут. И мы прокатаем ребенка в нем до конца марта. До того момента, как он вырастет. Ну нет, он же теплый. На первый взгляд кажется, что он такой, даже Ваня так думает, что он холодный для зимы. Но он до минус 30 градусов. Здесь мы так и не поняли, да, Вань, что это за... Там написано какой-то материал, но я такого никогда не слышу. Ну вот это стопроцентный хлопок, да. А внутри... Я подпишу, в общем, на видео, что это за материал. Я показывала его в Инстаграме, вы видели. Кажется... Не, ну чувствуется, что он теплый. Я в этот конверт влюбилась. Еще, если мы вдруг поймем, что ребенку все-таки будет холодно, но хотя я сомневаюсь в этом, мы на всякий случай заказали еще вот такой пледик. Это тоже 50% шерсть, 50% акрил. То есть, если что, как я планирую делать. Так. Потом получается, вот у вас ребенок. Походи на ребенка? Так, широкий какой-то. Мы будем просто вот так еще закутывать его, и уже в этом пледике получается класть в конверт. Как тебе такая идея? Я считаю, шикарно. Да. Ну, вообще, мне кажется, и по отзывам, и по словам производителя, что в таком конверте ребенок заберзнуть не должен. Ну и заодно покажем вам, сколько всяких безделушек у нас появилось. Это все нужное. Ага, скажу сразу, что, возможно, здесь что-то не пригодится. Здесь практически все покупала Даша. То есть, у нее есть свои деньги. Она шла в магазин и просто покупала то, что ей нравится. Но покупала всяких пустышек. Раз, два, три, четыре. Дайте, сосали пустышки? Неохотно. Вот у меня тоже. На всякий случай мы взяли одну бутылочку. Мы планируем, я планирую кормить грудью, но на всякий случай одна бутылочка обязательно должна быть. Вот такой набор. Вань, ты можешь увеличивать? Да. Кстати, вот у нас был такой. Да? Бэби Гоу. И, кстати, вот такая вот эта вот штучка до сих пор у меня есть. Я использую ее для аквариумных дел. А, вот. Дальше. Вот такой маникюрный наборчик еще не распечатывали. Что там в одной речке? Пилочка и кусачки вот эти, да? Не знаю, они нужны вообще ребенку? Мне кажется, такие кусачки нет. Да, мне то, что кажется. Дальше. Ну, градусник, понятно, для водички. И тут пошли всякие прорезыватели, грызуночки. Они все на 4+. А вот эти мы уже распечатали. Вот эту надо замораживать, эту тоже надо замораживать. А эти просто как грызуночки. Эти все 0+, то есть с самого рождения. Видите, специально для маленькой ручки. Это шарик, не знаю, все знают про него. Суджок специальный. Вот это вот так вот массируете пальчики ребенку. Можно и себе тоже. Ну, и такой массажный шарик. Классная штука. Потом вот эти мячики Ваня заказал на Озоне. Пусть ты я нашла? Часы. Ваня заказал на Озоне. Это мы тоже будем всякие массажики делать. И что здесь? Ну, всякие держатели для соски тоже, Даша. Ну, покупала. И тут всякие просто погремушечки для маленьких детей. Всякие развивашечки. Чай, лягушка. Это для воды, для купания. И всякие черепашки, мячики. Ту-ту-ту-ту. В общем, это подарки от сестренки. В общем, вот такой небольшой обзор товаров для нашего малыша. И увидимся с вами уже в следующих роликах. Пока-пока. Конечно же, хочу показать вам мобиль, который мы выбирали всей семьей. Ваня, давай ты расскажешь про качество этого мобиля. Качество вообще огонь. И обработка дерева, и сами детальки вот эти вот, да, деревянные. И игрушки, и крепления. И, ну да, то есть, это то ли можжевельник, то ли что-то такое. Ну, как бы очень классно. Качество обработки просто на высочайшем уровне. Даже вот эта вот пластиковая штучка, она и то очень высокого качества. То есть, и тут все вот натуральные материалы. Это ручная работа. Да, ручная работа. Крепление на кровать. Вот такое интересное. Тоже деревянное. Там есть железный штифт металлический, который держит две деревянные детальки. В общем, крепится легко, надежно. Сама вот эта вот деревянная стойка тоже очень надежная. Было упаковано, как какая-то хрустальная ваза. Действительно, и качественная упаковка. И само устройство, само изделие очень качественное. И пахнет очень хорошо. Ну, здорово. Да, и тут сколько? Почти 40 мелодий. 36 или 38 мелодий. И само качество звука, наверное, конечно, не передаст сейчас вот это все. Но звук прям реально классный. Это вот не то, что там вот эти за тысячу рублей, которые там во всяких этих детских мирах продаются там везде. Там где звук отвратительный, прям режет звук. Не знаю, мне кажется, дети поэтому и плачут. А здесь именно качество звука и мелодии хорошие. Ну, все здорово. Тут даже новогодняя есть. Да. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok